На днях в коридоре паспортного стола сотрудники неожиданно обнаружили картонную коробку с четырьмя щенками. Это уже не первый случай, когда щенков приносят в это государственное учреждение. Опрошенные посетители уверяют, что не видели, кто и когда это сделал. Наша съемочная группа отправилась в приют для животных, куда отвезли щенков, чтобы дать возможность четвероногим друзьям с улицы обрести себе новый дом и хозяев. Вот здесь, в этом углу под лестницей неизвестный человек незаметно оставил коробку с четырьмя пищащими комочками. Думаю, что их принесли где-то около девяти, когда здесь не было еще посетителей. Никто не видел. А где-то в полодиннадцатого женщина зашла к нам и сказала, что в фойе щенки. Щенкам, двум мальчикам и двум девочкам около трех месяцев. Они здоровы и игривы. Живчики, как их прозвали, и в приюте для животных, и сотрудники паспортного стола. Сначала они казались испуганными. А потом вылезли из коробки, осмелели, бегали, прыгали вокруг. Очень активные и упитанные. Им где-то два-три месяца. Обнаружив такой сюрприз, Йоланта сразу позвонила в полицию самоуправления. Ну а позже приехали специально обученные люди и отвезли малышей в приют для животных Рэмбо, где на данный момент щенки и обрели свой дом. Это мальчик. Очень красивый. Может, найдется кто-то, кому этот мальчик приглянется. Вот такой симпатичный, полосатый. Однако в словах волонтера приюта Равенны Фрейлихи чувствуется и горечь, и сожаление, так как чаще всего животные к ним попадают по воле тех, кто их приручил. Такие люди. Человеческой выдумки нет предела. Чем дальше, тем хуже. Вот если бы там были камеры, то виновный был бы найден. Не прошло и полутора лет, как все повторилось. Тогда в том же месте нашли точно таких же щенков. Только восемь штук. Вопрос об отсутствии камер видеонаблюдения в городе поднимается уже не в первый раз. И в этот раз, как и в другие, они бы помогли разобраться в ситуации и найти виновного. Это надо спрашивать у коммунального управления. Мы всего лишь арендаторы. Обязательно нужны камеры видеонаблюдения. Тех, кто располагает какой-либо информацией о хозяине этих щенков, просьба связаться с полицией самоуправления. Ну а кому приглянулись малыши, звоните по телефону 299-929-823 или 299-891-551. Также напоминаем, что каждую неделю во вторник, четверг и субботу по предварительному звонку по этим номерам вы можете приехать в приют для животных Рэмбо и сделать доброе дело. Например, погулять с парой собак, привезти им что-нибудь вкусное или новый поводок с ошейником, на который здесь очень и очень большой спрос. С наступающими холодами четвероногие друзья будут особенно рады крупам, макаронам и консервам. А растущим организмам нужен корм и собачьи консервы для щенков. И, конечно, кроме этого, эти преданные мордочки нуждаются в самом главном – доме и хозяине. Аня Тарыжик, Марти, Спутник, Скурзамское телевидение. Вчера в Доме творчества Венсповский техникум собрал школьников и других интересующихся своей дальнейшей профессиональной жизнью. В рамках недели карьеры школьники общеобразовательных школ Венсповса посетили мастерские и мастер-классы и познакомились с учебными программами техникума. Стоит ли пойти в техникум или же продолжить обучение в школе? Перед каждым девятиклассником встает этот вопрос. Попробовать себя в качестве бармена, повара, сварщика и познакомиться с профессией бухгалтера, рекламного и гостиничного специалиста мог любой желающий. В любом случае, это возможность, когда любой, кто сюда пришел, может понять для себя, нравится ему или нет, хочет он это или надо придумать что-то другое. В то время как сверстники только закончат первый курс института, выпускник техникума будет уже дипломированным специалистом. А это значит, что есть реальный шанс начать профессиональную карьеру гораздо раньше тех, кто продолжил обучение в школе после девятого класса. Я сразу выбрал профессиональное обучение, чтобы параллельно получать и среднее образование. Мы сами сможем сделать свое предприятие и стать не просто исполнителями, но и теми, кто организует других. Меня больше интересует туризм. По программе «Коммерческая деятельность в сфере гостиничного бизнеса» мы проходим бухгалтерию, экономику, а не просто сервис. Это дает больше возможностей для того, чтобы управлять гостиницей, а не просто работать. Существует миф о том, что в техникум поступают лишь те, у кого успеваемость в школе хромает. Но это лишь надуманный стереотип. Времена меняются, и профессионально-образовательные программы тоже. Венспольский техникум готовит специалистов в конкретных и востребованных сферах. После 9 класса можно получить как привычные профессии автомеханика, сварщика, электрика, повара, так и новые, такие как техник компьютерных систем, коммерческий работник в области гостиничных услуг, специалист по питанию на корабле и другие. Также в Венспольский техникум могут поступить учиться выпускники 12 классов и за 1,5-2 года получить профессию балансоспособного бухгалтера, специалиста в области гостиничного и рекламного бизнеса. Любой может прийти учиться по этой программе. Всему можно научиться, если есть желание. Но если ты любознателен, трудолюбив и коммуникабелен – супер! Мы вас ждем! Все программы актуальны. У нас укомплектованы все группы по всем программам. Я могу использовать свои идеи, энергию, которая у меня переизбыток, и познакомиться с множеством людей. Это интернациональная профессия. Ей можно заниматься в любой точке мира. Сегодня в колледже и техникуме поступает большое число отличников и хорошистов, сумевших по достоинству оценить перспективность среднего профессионального образования. Ведь сейчас на рынке труда востребованы те, кто раньше начал осваивать профессию, а получить высшее образование после можно в сокращенные сроки. Как мы уже рассказывали в одном из наших прошлых сюжетов, в последнее время высшие учебные заведения Ландвии с интересом смотрят на средние профессиональные учебные заведения. Так, Венсповская высшая школа заключила договор о сотрудничестве с Режским техническим колледжем. Теперь выпускники колледжа смогут поступить в Венсповскую высшую школу сразу на второй, а может даже и на третий курс, и получить диплом о высшем образовании в более короткие сроки. Планируется, что такое сотрудничество будет проходить и между другими учебными заведениями и впредь. Анита Рыжик, Марти Спутник, Курзинское телевидение. Молодежи надо помогать, определиться с выбором будущей профессии, решило Государственное агентство развития образования и организовало в Латвии неделю карьеры. С 13 по 17 октября школьники 15 городов страны, в том числе и Венспуса, познавали себя, прислушиваясь к своим внутренним желаниям, знакомясь с различными профессиями, которые им интересны. Венсповская третья средняя школа решила внести новшества и организовала конкурс непрофессиональных парикмахеров. Какой девочке неинтересно поработать над созданием образа, прически, стиля, макияжа? Шанс попробовать себя в индустрии красоты выпал венсповским школьникам. Третья средняя школа организовала первый конкурс непрофессиональных парикмахеров. Отозвались пять команд. По условиям конкурса надо было сделать домашнюю работу, то есть создать к началу конкурса готовый образ. Учитывалось все – прическа, макияж, одежда и даже то, как модель представляет созданный образ. Жюри возглавлял организатор фестиваля парикмахерского искусства «Морская орхидея» парикмахер Жанна Белова. В каждой команде было по четыре человека. Тема домашнего задания была связана с осенью. «Хочется создать что-то сумасшедшее, непростое. Осень – это время буйства, сумасшествия. Ведь начинается учеба в школах. А в будущем не планируешь стать парикмахером?» «Это была моя детская мечта. Сейчас уже нет такого желания. Парикмахеров и так слишком много. И чтобы пробиться, нужно быть очень хорошим специалистом. А эта работа не совсем мне по сердцу. Да, мне нравится людям делать прически, красить их, но это не то, чем я хочу заниматься в будущем». Диана сама делала себе мейкап, что для нее вполне привычно. «Я привыкла к своему стилю нанесения макияжа. И мне это несложно. А сколько же тебе лет? 16. И ты уже привыкла? Да. Каждый день красишься? Нет, только если надо идти на мероприятие, тогда я крашусь». Маша Морозова в конкурсе не участвовала, но решила помочь команде из своей школы. «Я режу ресничку». «Позже, может, почему? Да ты эту ресничку. Ты ее оторвала у девочки? Нет, я ее оторвала с комплектика, чтобы наклеить девочке на глазик». «А, так ты сегодня у нас мейкап делаешь?» «Нет, я сегодня вообще петь пришла, просто помогаю». У команды третьей средней школы был вечерний образ. Прическа была создана на высоком уровне. «Я очень давно уже делаю какие-то прически своим подругам. Подруги на выпускной делала». «Слушай, ну, действительно хорошо сделано, я смотрю, аккуратно. А ты собираешься стать парикмахером?» «Не знаю, если удастся, то да. Почему бы и нет?» «То есть вполне может стать твоей профессией?» «Да, вполне». «Мне очень нравится она. Я даже думаю, что такую же сделала себе на выпускной. Попрошу, там, не знаю, или Машу, или, может быть, ну да, скорее всего, ее. Ну, может быть, свою парикмахершу тоже, чтобы она повторила ее». Некоторые родители тоже не остались в стороне. Римма увлеченно помогала команде своей дочери, которая выступала в роли японской девушки. «Дочке всегда помогаю своей». «Скажете, она хочет стать моделью или…» «Да, она у нас занимается в кружке модельном, и, конечно… Ну, все сейчас девочки хотят стать моделью. Нет, конечно, она будет другую профессию, но им так пока нравится, пусть». «Япония почему?» «Ну, потому что Япония как… ну, такие цвета у них, как бы, ну, как кимоно, вот эти вот все такие цвета, как будто, ну, красный, такие оранжевый, желтый, такие…» «Сосень ассоциируется?» «Да, с осенью вот ассоциируется, и как бы мы решили все-таки взять такой стиль». «Мы решили, что косички – это как-то необычно, что их существует множество видов, и что будет лучше сделать что-то из косичками и добавить какой-то такой объем». «Юные парикмахеры признались, что справиться с волосами и сделать прическу совсем не так-то просто, как может показаться на первый взгляд». «Невозможно предугадать, как долго будет держаться прическа, и насколько густые или жидкие волосы, пока не потрогаешь их, пока не сделаешь прическу». «У каждого разные волосы, ну, надо как-то смотреть, у кого какие, не знаю, как-то подстраиваться под человека, под его волосы, можно так сказать». «А ты читала какую-то литературу, может быть, как с волосами обращаться, как лучше их укладывать, что использовать?» «Нет, просто по своему опыту. У меня подруга, и я ей очень давно делаю, поэтому, как бы, благодаря ей я очень многому чему научилась, поэтому все благодаря ей на самом деле». Вторая часть конкурса – создание прически в течение 30 минут. Обязательный элемент – косы. Организаторы на первый раз не ограничивали полет фантазии участниц дополнительными условиями. А перед тем, как команды приступили ко второй части конкурса, председатель жюри Жанна Белова дала небольшой мастер-класс. По итогам конкурса третье место заняла команда шестой средней школы. На втором месте – первая гимназия и на первом – третья средняя школа. С целью побудить студентов проявлять активность в разных сферах деятельности – академической, исследовательской и общественной – для студентов Венсповской высшей школы была учреждена стипендия имени Андра Клауса. На этой неделе в ВУЗе гостил меценат Мартин Шлауа, который лично поздравил первую обладательницу этой стипендии. С этого года у студентов Венсповской высшей школы есть возможность получить стипендию имени Андра Клауса, меценатом которой выступает выпускник ВУЗа, предприниматель Мартин Шлауа. Цель этой стипендии – поддержать лучших в учебе и общественно активных и целеустремленных студентов высшей школы, поддержать материально, оценив их по всем этим трём критериям. Стипендию в размере 1500 евро можно будет получать на протяжении одного учебного года по 150 евро в месяц. Начиная с этого осеннего семестра специально организованная комиссия будет проводить отбор студентов на получение стипендии. В этом семестре их 11 человек. По словам Мартин Шлауа, все претенденты достойны получить эту финансовую поддержку. Конкуренция была большой, но Кристо сразу заняла позицию лидера по всем трём критериям – учеба, социальная жизнь и целеустремленность в создании карьеры. Поэтому выбор был несложным. Оценив всех желающих, комиссия решила присвоить стипендию студентке второго курса факультета переводчиков Кристо Папеде. Кристо признается, что она очень старалась сформулировать видение Венсполской высшей школы и свою роль в ней. По её мнению, главное – это оставить след в истории вуза и стать источником вдохновения для будущих студентов. Главная причина – это проверить себя и поставить точку отсчёта, чего я добилась участия на втором курсе Венсполской высшей школы. Мартин Шлауа сам когда-то был председателем студенческого совета Венсполской высшей школы и не понаслышке знает, что такое активное участие в общественной жизни. Это требует много времени и энергии, а получение такой стипендии будет отличным мотиватором для дальнейшей работы и благодарностью за вложенный труд. Поэтому каждому студенту стоит помнить, что студенческая жизнь состоит не только из лекций. Венсполская городская дума утвердила обязательные правила о софинансировании благоустройства земельных участков, прилегающих к многоквартирным жилым домам. Венсполская городская дума получила несколько проектов, поэтому учреждение самоуправления коммунального управления призывает брать пример с уже реализованных проектов. И подумать, не выглядит ли ваш двор, о котором сейчас заботятся все жильцы дома, как во времена его строительства в 60-80-е годы. И как бы жильцам не нравились ямы и сломанные скамейки, денег на дом имеется столько, сколько есть. Поэтому неразумно не воспользоваться финансовой поддержкой самоуправления, составляющей 50-80% в зависимости от проекта. Приведем один пример. Здание на улице Пелду-5. Самоуправление покрыло 50% расходов на ремонт двора. Существенное софинансирование самоуправления можно получить на ремонт ям в асфальтном покрытии, реновацию или строительство тротуаров, стоянок, площадок под контейнеры для сбора отходов, детских игровых площадок, скамеек, установку фонарей, а также на разработку технического проекта благоустройства. Информацию можно получить в коммунальном управлении по улице Ужева-Спосим. Сегодня специалисты уже начали выключать фонтаны и готовить их к зимовке. До конца недели будут выключены все семь. Первыми на этой неделе выключили фонтан солнечные лодочки на площади Яунпилсэтос и капельки у Венсполской высшей школы. Чтобы подготовить фонтаны к успешной зимовке, их системы полностью осушаются, вычищаются осадки и снимается технологическое оборудование, которое ждут профилактические ремонтные работы, чтобы весной фонтаны снова можно было бы включить. Слет музеев узкоколейной железной дороги в Венсполсе закончился ночным катанием на паровозике. Более ста специалистов по узкоколейной железной дороге со всей Европы встретились впервые. В Латвии тоже есть чем гордиться. Узкоколейную дорогу реставрируют в Талсе, Балуа, Жигулбане. А в Венсполском приморском парке имеются не только два курсирующих отреставрированных локомотива, но и отремонтированная станция Депо, реставрацию которых проводили по старинным фотографиям. В Венсполском приморском музее прошел 24-й международный слет музеев узкоколейных железных дорог. За несколько дней энтузиасты посетили интереснейшие объекты Латвии, и приморский музей был открыт и днем, и поздним вечером. До сих пор такие фестивали проводились в Германии, Голландии, Франции, Швейцарии, Австрии и Румынии. А вот в странах Балтии прошел впервые. И за Латвию проголосовали именно из-за интереснейших экспозиций Венсполса. Среди них есть и профессионалы, есть и энтузиасты, у которых профессии могут быть разными, от помощника строителя до миллионеров. Это хорошее мероприятие, на которое собрались разные люди из Европы, есть даже один из Америки человек. Приятно, что это мероприятие посвящено Скоколейке. Это одно из лучших мероприятий. Все ездят в гости друг к другу. Когда-то в Москву, в Германии, да, эти праздники этих паровозов. Когда-то в Австрии, даже в Швейцарии есть. Поэтому ездят в разные страны. И очень всем нравится, потому что в основном говорят все, можно сказать, у нас болезнь такая паровозная. Все говорят о работе, и все очень-очень любят свою работу. В слете участвовало более ста представителей стран Европы. И Латвии было что показать. Это были шесть новых проектов узкоколейных железных дорог. Такой же музей создается в Баложи. В ЕСИТ проявляет активность. У них тоже проходила узкоколейная железная дорога когда-то. Также у них есть локомотив, который надо реставрировать. Музей Латвийской железной дороги. Им тоже было что показать. Болото Лио Салу. Это около Талсы. И, конечно, Гулбины. Я еще не катался на нашем паровозике, но хотелось бы. Проехаться, посидеть в вагоне. Он совершенно обновлен. Из какого-то ржавого вагона они сделали почти новый. Слет европейских музеев завершился впечатляющим парадом. Паровые локомотивы, локотрактор, виллодрезина и привезенный из Чехии паровой локомотив с чешского производства. Реставрация для вас работа или хобби? Бот. И то, и то. У нас в Чехии есть музей с реставрационной мастерской по металлу. Вообще паровозами занимаются, я думаю, самые такие люди, которые очень-очень любят свою работу, очень любят свой джоб. Но это очень редко, но очень красивый бизнес. Из Чехии привезен новый локомотив, который создан по образцу 20-х годов. Он меньше, семитонный. Он работает на пару и это привлекает. Это не реконструкция. Он полностью сделан с нуля. Создавали его 13 месяцев. Его привезли сюда, чтобы показать, на что способны чехи. Они надеются, что, возможно, немцы заинтересуются их локомотивами и закажут их. Мы наши локомотивы тоже реставрировали в Чехии. Они выполняют свою работу качественно. Интересно то, что сейчас ездят эти две, которые реставрировались у нас в Чехии. Благодаря нашей и этой фирме чешской. Мы партнеры по работе, по контракту все это выполняем. Мы ремонт и сейчас как раз один увозим, ремонтировать в гарантии. Очень-очень любим вообще этот музей Латвию и Венсп. Значит, не первый раз. Сколько раз уже были тут? Мы в Венсполсе уже в третий раз. Мы уже как дома. Ускоколейная железная дорога Венсповского музея соединяет музей с пляжем и Приморским парком. Самый длинный рельсовый путь – 3 километра. Самый короткий – более километра. Здесь имеется депо и железнодорожные станции. Паровозик по пути следования делает несколько остановок. Здесь здорово. Это замечательный музей и паровозик тоже. Наслаждаюсь мероприятием. Ногами чувствую дорогу, пар, запах паровозика. Мне нравится. Очень понравился ваш маленький паровозик. Это старинный немецкий состав, качественно отреставрированный. Это и есть главная причина, по которой мы здесь. Для них было важно провести один день за пределами Венсполса, осмотреть похожие железные дороги в других городах. И мы их отвезли в наиболее интересные, на наш взгляд, места Латвии. И два вечера были посвящены презентации. Каждая страна провела презентацию, посвященную их железной дороге. Когда-то узкоколейка была единственным транспортным путем между поселками Курзомского побережья, на смену которому пришли автодороги. Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры, девиз которого в этом году – «Здоровые города, счастливые города». Как архитекторы могут создать окружающую среду, в которой жители чувствовали бы себя счастливыми и были бы здоровыми, демонстрирует выставка, представленная общественности в Венсполсе необычным способом. Изображения размещены на фасаде заброшенного здания бывшего молокозавода, расположенного почти в центре города. Здесь представлены лучшие работы года в области архитектуры. И в этом году День архитектуры отмечали не только в столице, но и в Венсполсе. Был организован специальный автобус, на котором архитекторы прибыли в Венсполс, чтобы своими глазами взглянуть на строящийся объект по проекту известного архитектурного бюро «Площадь Лейлась», а также на ход строительства Венсполского техникума. Венсполский баскетбольный клуб провел первую домашнюю игру в этом сезоне. Одновременно эта встреча стала и первым матчем Еврокубка. На новом напольном покрытии баскетбольного холла венсполчане сразились с черногорским чемпионом «Будочность». Благодаря Майру Четмену хозяевам удалось удержать преимущество и одержать победу с результатом 82-75. Баскетбольный клуб «Венсполс» открыл новый сезон двумя победами в рамках Латвийской баскетбольной лиги. Оба матча проходили на выезде. Прошедший же домашний матч был сопряжен с еще большей ответственностью. Игра на Еврокубок стала первой в сезоне, прошедшей венсполсе после реконструкции баскетбольного зала, установки нового табло, трибун и нового современного напольного покрытия. Соперники венсполчан были не из слабых чемпион Черногорья «Будочност». В начале игры с перевесом в два очка лидировали гости, но постепенно венсполс овладел преимуществом и в какой-то момент даже внушительно вырвался вперед. Но первая четверть завершилась 21-24. Во второй четверти успех тоже улыбался венсполчанам. За пять минут до окончания тайма на табло красовался результат 47-32. Два очка гостям удалось отыграть, но незадолго до завершения тайма с центральной линии в корзину попадает Давис Лея Смерс. Тайм заканчивается со счетом 50-34 в пользу венсполса. После перерыва венсполчане продолжали лидировать и даже достигли перевеса в 20 очков. Но к концу матча немного расслабились, чем сразу и воспользовался противник. К концу игры перевес составлял всего 5 очков. Поддерживаем мы болельщикам венсполчане смогли удержать этот перевес. И матч завершился со счетом 82-75 в пользу венсполса. Мы знали, что игра будет трудной и проделали длинный путь сюда. В первом тайме так плохо играли, потому что не акклиматизировались. Плохо сработала защита, что дало немалое преимущество венсполчанам. Во втором тайме мы собрались и даже сократили разрыв в счете. Но все-таки не победили. Побеждает сильнейший. Великолепной игрой в нападении отличился венсполский игрок Майер Четман. Он принес команде 19 очков. По 12 очков на счету у Харвиа Гранта и Троя Барниса. Мы боролись как команда на 100%. Первые три четверти прошли хорошо. В последней мы немного расслабились. И все-таки боролись до конца и победили. Так приятно вновь играть на этой площадке. Чувствуешь себя как дома. Несколько лет назад именно здесь началась моя карьера. Я был готов сделать все, что говорит тренер. Только чтобы мы победили. Сейчас так красиво все выглядит. Новый пол, табло, зрительские места. Главный тренер баскетбольного клуба Венсполс Роберт Штелмахер призывает болельщиков быть более активными. Трибуны, конечно, были заполнены, но поддержка могла бы быть более выраженной. Ведь болельщики, как шестой игрок, помогают команде собраться в трудные моменты. Спасибо. Пришло много зрителей. Это было супер. Но хотелось бы, чтобы поддержка из зала была еще сильнее. Это было бы вообще идеально. В любом случае, победа – это наполовину заслуга зрителей. Спасибо, что пришли. Были три отличные четверти. Возможно, последняя отличилась, но тоже хорошая. Держала зрителей в напряжении. Мы выдержали до конца, но в конце все-таки устали. Победа есть победа. Татьяна Саксаганская, Гейта Мартинсона, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Венспилс – город с будущим. Город, который поддерживает бизнес. Город с широкими возможностями экспорта на восток и запад. Город с квалифицированной и мотивированной рабочей силой. Венспилс – это город со стабильными и благоприятными условиями для бизнеса. Город с более низкими налогами и особым подходом к каждому предприятию. Венспилс – это город с производством, который успешно работает и развивается. Город с перспективой, который выбирают для развития своего бизнеса предприниматели со всего мира. Венспилс – подходящее место для развития вашего бизнеса. Рижский русский театр снова в Венспилсе. Первые гастроли нового сезона. Два джентльмена из Вероны. Молодая комедия молодого Шекспира в исполнении молодых артистов. Романтика, приключения и музыкальное хулиганство с переодеванием. 30 октября в Юры Сварды. Два джентльмена из Вероны. Чтобы ежедневно знать, что происходит в Венспилсе, смотри передачи Курзумского телевидения на канале Ре-ТВ. Каждый рабочий день в 19.30 с повторами в час ночи, в 8.30 утра и днем в 14.45. А также в любое удобное для тебя время на информационном канале кабельной сети Скатвис и в видеоархиве на домашней страничке KURZUMSTV.LV в интернете. Единственное телевидение в Венспилсе – Курзумское телевидение. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Все происходит прямо на твоих глазах. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»